итак всем привет день 2 на дворе 6 апреля и я снова на лимфильме как и вчера кажется сегодня чуть-чуть прохладнее но в целом ничего заранее извиняюсь за мой внешний вид да сегодня у меня выходной поэтому я так ну кто меня знает они в курсе обычно я хоть и визажист но крашусь я довольно таки редко наверное в силу профессии так как этого всего мне на работе хватает а сегодня мне это точно можно себе позволить потому что сегодняшнего дня я официально чокнутая творческая личность собственно что сегодня у меня случилось я подписала договор с лимфильмом на обучение по профессии ассистент художника по гриму впоследствии планирую работать на телевидении кино или в театре увидим как бог даст и как наши старания я подумала наверное будет многим интересно как что почему и вообще стоит как все произошло поэтому решила немножечко об этом рассказать вообще о гриме о гримёре о профессии гримёре я думала уже достаточно давно визажистами работают три года гримёром я же думала сидит наверное работать куда полтора назад было несколько таких моментов работает допустим подготовить театральную группу к фотосъемке профессионально для афиши спектакля и так далее и когда я это делала ну естественно хэллоуин тоже да когда раскрашиваем на хэллоуин людей в жизни многие знают что в эти дни и особенно 31 октября ты сумасшедший превращаешь всех в зомби и вампиров и так далее мне понравилось реально понравилось я поняла что ну интересно мне это делать я стала смотреть различные курсы в том году была есть у нас в питере такая школа называется кадр там есть курсы гримера и оператора ну и так далее и так далее все что связано с телевидением мне понравилось там на мастер-классе понравился педагог и в принципе я уже забегалочку поставила потом я стала думать о том чтобы закончить курсы какие-то более основательные я стала смотреть курсы гримера при останкино в москве обучение длится 9 месяцев ежемесячные оплаты ну в целом около 140 150 тысяч за обучение получалось там и плюс еще если бы я туда ездила это получается три дня в неделю занятия часа по три то есть это надо ну допустим минимум на три-четыре дня на буднику ехать в москву потом вернуться либо переехать на год в москву тут как бы варианты какие-то такие были потом я естественно просматривала все время различные вариации и в этом году решила все-таки пойти в школу кадр в Санкт-Петербурге курсы начались у меня 28 марта так вот совсем недавно обучение стоит по моему но это не секрет они писали у себя в новостях о фишах около 43 тысяч за обучение если я ничего не путаю вот можете сами посмотреть там зайти к ним я уже собиралась именно туда совершенно случайно я все равно заглядывала конечно периодически поэтому случайно уж совсем это не назвать но я зашла на сайт линфима и так получилось что они решили открыть курс у них раньше были курсы месячные двухмесячные ну что-то типа как в школе кадров там тоже сейчас идут двухмесячные курсы как раз таки так вот там тоже идут двухмесячные курсы а в итоге я увидела что начали начнутся в апреле курсы на линфильме причем этот курс он будет отличаться от тех которые они раньше проводили он будет такой объемный я взяла с собой кстати бумажку информационную буклетик чтобы вам более подробно рассказать потому что так конечно точно не помню итак ассистент художника по гриму занятия 17 апреля по 16 июня то есть тоже два месяца но занятия включая себя триста двадцать шесть академических часов мы будем заниматься по будням каждый день пять дней в неделю до сети до пяти вечера то есть это такой глобальный тот самый наверное предположу московский девяти месячный курс который было скинут на три раза в неделю по два три часа это было вот собрано так компактно в связи с тем что люди такой профессии мы не можем учиться год быть привязанными да тем более кто уже например работает на каких-то проектах им нужно уезжать куда-то какие-то другие города там я не знаю может быть даже страны на проекты поэтому как бы девять-десять месяц это конечно много и вот решили этот курс и так компоновать но придется два месяца жестко взять себя в руки и как бы получается учиться учиться еще раз учиться и так руководитель программы будет малкина ксения михайловна я немножечко уже так с ней познакомилась заочно посмотрела вконтакте группе в фильмах вот вчера была на мастер-классе аудна брюнера ну собственно в паршюрке есть информация ксения малкина это руководитель гримёрного цеха киностудии линфильм художник-гримёр профессионал международного класса с многолетним опытом работы более 50 проектов кино с известными режиссерами с 1998 года и также она с 2007 года преподаватель грима и спецэффектов вот дальше что у нас тут еще что мы будем проходить грим для кино и особенности работы ассистента по гриму грим для исторических кинопроектов особенности парикмахерского дела при работе в кино практическое применение визажной технологии в кино и визажной технологии так что еще а вот еще историческая прическа ее трансформация в современном кинопроизводстве еще и прически там и использование аэрографии для киностудии так что еще обучение на легендарной киностудии линфильм то есть вот прям тут на линфильме каждый день с 10 утра я буду здесь на Каменаторском проспекте это круто дальше самые опытные мастера преподаватели все понятно все расходные материалы включены уже в стоимость обучения работа на французской профессиональной косметике макпро две трети части программы это практические занятия лучшие выпускники выходят на сажировку на кинопроекты линфильма ну и собственно в конце самое полное образование для освоения профессии гримера интенсивный комплексный курс подготовки к работе отсутствие аналогичных программ которые включали бы все профессиональные блоки от грима до прическа и аэрографии в комплексе отсутствие аналогичных курсов по историческому гриму и исторической прическе вот собственно практически что меня то и привлекло это то что действительно такого объема информации таких курсов я еще не видела потому что повторюсь я это просматривала уже достаточно давно куда бы пойти ну что теперь самое главное это о сумме хотя честно говоря это не самое главное но я понимаю что многие конечно будут ожидать именно этого вопроса сама его ждала завтрашний день это последний чтобы проплатить аванс для записи на курс аванс составляет 25 тысяч рублей полная стоимость курса 99 тысяч рублей при условии что завтра вы оплачиваете аванс 7 апреля дальше там будет какая то сумма немного больше около 115 тысяч кажется вот ну что 99 тысяч ну в целом ну не могу сказать что это много не могу сказать что это мало конечно сумма приличная но с другой стороны обучение в Москве вышло 150 тысяч плюс 9 месяцев плюс постоянно ездить в Москву сумасшедшие деньги другие курсы ну сами понимаете где вы учились на лентфильме при лентфильме это самое главное ну вот вроде бы и все все я вам рассказала курс стартует через 11 дней я постараюсь о нем рассказывать поподробнее как что происходит все таки наш курс получается самый первый экспериментальный я пока не знаю будут ли еще такие курсы набираться поэтому если не будет никакой суперсекретной информации постараюсь рассказывать я думаю что многим будет интересно все сейчас наверное я отправляюсь дальше а дальше это тоже будет интересно я расскажу чуть позже ну привет еще раз уп итак рассказываю где я сейчас была это модный дом Анны Овчениковой Восьмого апреля в Санкт-Петербурге придет детская неделя моды где Анна будет показывать будет показ ее работ получается так вот я уже с ней работала фотографировала моделей которые представляли ее коллекцию инфанта коллекцию платьев очень красиво кстати говоря кому интересно напишите мне в комментариях видео а я скину вам ссылочку на это мероприятие вот собственно говоря что мне дали приглашение на Санкт-Петербург Fashion Week вот так оно выглядит покажу вам вот такая красота по приглашениям вот так что я буду фотографом на Санкт-Петербург Fashion Week это будет круто я думаю Едем дальше я чуть-чуть замерзла хорошо что у меня с тобой всегда есть горячий черный чай без него я вообще никуда не хожу кстати говоря есть ярые любители чая а есть ярые любители кофе давайте проголосуем кто за что ну так ради прикола более чем уверена что победят кофеманы но надежда уже умирает последняя правильно так переходим дорогу на зеленый свет обязательно дети не ходите на красный свет никогда вот короче прикрепляю к этому видео тогда опрос и голосуем кофе или чай все едем дальше я сегодня весь день на Горьковской Петроградской поэтому решила ехать без машины кинула машину у ближайшего метро к дому поехала на метро вот замерзла очень хочу свою машинку увидимся там ну привет еще раз вот я уже и в машинке тепло хорошо согрелась и теперь я еду на занятия по танцам будем ставить с одной из моих девочек новый танец для нее для участия в конкурсе после седьмая месяца вот и тогда уже день точно закончится день который я назвала выходным в кавычках наверное да вот радовала что в этот день вы снова со мной провели и по поводу приглашения на фэшн вик он на два лица вот и для того кто хотел бы пойти туда кто первый в комментарии напишет об этом я с удовольствием возьму с собой ориентировочно это точно будет 8 апреля по времени просто я сейчас не буду смотреть уже еду по моему в 20.00 вот то есть я зайду и кого-то могу позвать с собой если вам интересно то комментарии к этому видео пишите и все кто первый напишет того беру с собой хорошего дня хорошего вечера когда бы вы не посмотрели это видео вот обнимаю целую и встретимся в следующих видео пока пока